Квартира Светланы Ивановой расположена на первом этаже трёхэтажного дома. Чтобы выйти на улицу, пенсионерке приходится преодолевать лужи. Вода не просто проступает через стены, а буквально струится, создавая излишнюю влажность не только в подвале и подъезде, но и в жилых помещениях. Вода вся бежит, понимаете, вот наш дом внизу, и вот на этой же уровне труба лежит, она глубоко лежит. Настоящая труба, которой идёт водовод. Вот она лопается, и она же прямиком к нам бежит. У нас трёхкомнатная квартира, и мы в комнате, в большой комнате, ремонтируем полы. Вы знаете, когда сняли, влаги висели. Пол просел, влаги висели. У нас мебель вся ходила. Вся мебель ходила. Это же не пять рублей ремонтировать полы, а теперь маленько начинается комната полы ходить. От сырости в квартирах появляется различная живность, а в подъезде каждый месяц приходится делать ремонт, за свой счёт сетуют люди. Достучаться до городских коммунальных служб не могли долго, но на прошлой неделе жильцов таки услышали, но это ничего не изменило, говорит Елена. Последний раз приходили с водоканала, взяли заборы анализов на воду. Это буквально было в четверг. В пятницу пришли опять ещё мужчины, взяли воду на забор анализов, и больше никого не было. Обращались мы в горсовет, они звонили, из РЭПа звонили к нам. Говорят, ну а РЭП, почему здесь? Вода бежит с водоканала. Водоканала открещивается. И посылают бабушке геодезистам, которые 77 лет, инвалид второй группы. Это их работа. Мы просим просто помощи, что нужно как-то помочь с этой водой. Начальник департамента водоснабжения Давид Лихман уверяет, протекают неводопроводные трубы. Проблема в том, что жилой дом стоит на склоне, и грунтовые воды просто стекают через Терещенко-7. Провели обследование специальной мобильной лабораторией с сертифицированными приборами. Например, скрытых утечек явных уличного водопровода, который проходит по Терещенко. Отобраны пробы воды. Утечек не обнаружено. А пробы воды показали, что вода не питьевого происхождения, а похожа на сточную. В настоящее время у нас проводим ежедневный мониторинг. Влажность у дома с периодичностью. То появляется, то исчезает. На сегодняшний день, я думаю, сейчас погодные условия наладятся, и там исчезнет эта влага. Как ни по-шамански это прозвучит, но жителям дома номер 7 по улице Терещенко остаётся надеяться не на работы коммунальных служб, а на благоприятные погодные условия. Кира Калинина, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». Программа «Наше время».